Пожалуй, самой престижной ежегодной международной премией, присуждаемой за выдающиеся научные исследования, изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества, является Нобелевская премия. Альфред Нобель родился 21 октября 1833 года в Стокгольме в семье инженеров. Он был химиком, инженером и изобретателем. В 1894 году Нобель приобрел металлургический концерн «Бафорс», который стал крупнейшим производителем вооружения. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние. Большую часть доходов он получил от своих 355 изобретений, среди которых самое известное, конечно, динамит. В 1888 году в Каннах умер старший брат и деловой партнер Нобеля Людвиг. И по ошибке репортеров в газеты поместили объявление о смерти самого Альфреда Нобеля. Прочитав во французской газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мертв», Нобель задумался над тем, каким его будет помнить человечество. После этого он решил изменить свое завещание. А 10 декабря 1896 года Альфред Нобель на своей вилле в Сан-Ремо, Италия, умер от кровоизлияния в мозг. По завещанию Альфреда Нобеля, весь доход за год от вложенного в банк его капитала должен быть разделен на пять равных частей, каждая из которых должна вручаться в виде премии тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Одна часть вручается тому, кто сделал наиболее важное открытие в области физики, другая часть за достижения в области химии, третья в области физиологии и медицины, четвертая за литературное произведение идеалистического направления, пятое за наиболее весомый вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности армии и содействие проведению мирных конгрессов. Первоначально Нобель внес математику в список наук, за которые присуждается премия, однако позже вычеркнул ее, заменив премией мира. Почему же такая фундаментальная наука, как математика, не была включена в Нобелевский список? Когда нет ясности в поступках мужчины, ищите женщину. Существует легенда, что жена или невеста Нобеля изменила ему с математиком по имени Миттаг Лефлер. Он был выдающимся шведским ученым того времени и мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию. Поэтому Нобель и вычеркнул математику из первоначального списка дисциплин, однако документальных свидетельств этому не существует. К тому же Нобель не был женат. На официальном же сайте Нобелевской премии есть раздел с часто задаваемыми вопросами. Там упоминается, что Нобель сделал акцент на физику, химию и литературу потому, что проявлял к ним интерес с самого детства. Он не видел в математике реальной практической пользы, поэтому просто не подумал о том, что за нее нужна премия такого уровня. Таким образом, истории об уведенных невестах или насоливших математиках следует интерпретировать не более как легенды и анекдоты. В итоге Альфреду Нобелю, как гениальному изобретателю, удалось таки изобрести великолепный способ увековечить свое имя не как оружейного магната, торговца смертью, а как мецената и миротворца. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока. Спасибо.